Здравствуйте, дорогие зрители данного канала, посвященного УМПС и им подобным железякам. Сегодня, впрочем, как всегда, я покопался по интернетам и нашел наинтереснейшее устройство, с которым я вас сегодня познакомлю. Представляю вашему вниманию BenQ-S6. Его интересный дизайн был отмечен наградой на ID2008. Аппарат представлялся как MID, мобильное интернет-устройство. Что такое MID, спросите вы меня? По сути, почти то же самое, что и УМПС, только диагональ устройства должна укладываться в рамке от 4 до 7 дюймов. И железяка должна быть интернет-ориентированной. Этот интересный зверь был представлен широкой публике в феврале на Mobile World Congress 2008. На рынок, а точнее на магазинные прилавки Италии, он попал уже в конце сентября. Конкретно мой агрегат был выпущен одним из первых, о чем говорит наклейка на коробке с местом изготовления. Сентябрь 2008 года. Но я его купил значительно дешевле, чем его первый владелец. На старте продаж цена этого устройства составляла 429 евро. Если переводить на русские деньги того времени, это составляло где-то 15,5 тысяч рублей. Давайте посмотрим на комплект, который мне удалось заполучить. Вот у меня есть вот такая замечательная коробка, она в темных тонах таких, глянцевенькая. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас лежит такая вот подкладка мягкая, которая предохраняет экран от повреждений. Блок питания с переходником на буржуйские всякие розетки. Книженция. Книженция на итальянском. Ну, всякие другие бумажки. Диск с рекавери. Наушники. И еще немножечко сотен бумажек. В комплекте находится вот такой замечательный переходик с mini-USB на USB обычного типа, только мама. То есть сюда можно подключать USB-хаб, клавиатуру, мышки, флешки и так далее. Собственно, на коробке написаны все тактико-технические характеристики этой железячки. Итак, MIT построен на базе процессора Atom OL11L с тактовой частотой 800 МГц. Здесь, как можете видеть, 512 МБ DDR2 оперативной памяти. Жесткий диск представлен SSD объемом 2 ГБ. Да-да, вот именно 2 ГБ вы не слышались. Из беспроводных сетей здесь Bluetooth Wi-Fi 2.3G модем. И в комплекте здесь было 2 батареи. Мне, к сожалению, досталась одна емкостью 1880 мАч. Давайте теперь посмотрим непосредственно на само устройство. По центру у нас располагается экран диагональю 4,8 дюйма и разрешением 800 на 480 точек. Он отображает 262 тысячи цветов и выполнен по технологии TFT. Также он является сенсорным. Его размеры 159 на 89 и на 22 миллиметра. Весит эта малышка, скажем так, 330 граммов. Перед тем, как перейдем к более детальному осмотру, нужно еще сказать пару слов о внешнем виде. Устройство выполнено из трех типов компонентов. Это синий матовый пластик, черный глянцевый пластик. Он очень сильно марается, так же как и экран. И сзади находится металлическая панелька, которая выполняет роль радиатора. Итак, перейдем непосредственно к детальному обзору. Начнем с передней стороны и посмотрим, что у нас слева. Слева четыре элемента. Это кнопка вызова клавиатуры, кнопка возвращения домой и сенсорная область прокрутки. К ней я еще вернусь потом. Внизу находится микрофон. Сверху на передней панели у нас маленькие буковки MID, то есть это мобильное интернет-устройство. И компания, оператор. Справа у нас находится накличка, напоминающая о том, что устройство оснащено Intel процессором, а не обычем. Кнопка, активирующая гироскоп. Да, это устройство оснащено гироскопом. И ему нашли интересное применение, расскажу потом. Здесь располагается динамик, он не сильно громкий, но такой, чтобы был. И три светодиодных индикатора. Давайте теперь перейдем к граням и посмотрим, что на них, собственно говоря, расположено. На левой стороне у нас располагается гнездо для зарядки mini-USB и отсек для хранения вот такого замечательного стилуса. Он больше на самом деле на скальпе или какой-то пластиковый, похожий на стилус. Но с ним довольно удобно работать. Несмотря на то, что он небольшой. Так, на правой стороне у нас кнездо для подключения наушников. Под вот такой замечательной заглушкой, как ни странно, здесь находится слот для подключения карты microSD. Здесь больше, в принципе, ничего нет. Сзади у нас непосредственно металлическая пластина, на которой нарисованы логотипы BenQ и оператора. Здесь у нас ножка-подставка, на которой опирается устройство и отсек аккумулятора. Аккумулятор перепакован, не мной. И если его вытащить, а его можно вытащить. Если снять аккумулятор нашему, взору представляется вот такая картина, но с исключением вот этого. Это не мои произведения. Вот сюда можно установить симку. Я её устанавливал, она определяется, но в интернет я с неё сегодня выходить не буду. Итак, на задней стороне ещё вот здесь вот такая замечательная решётка вентиляции. Сверху, кстати, она тоже есть. И также сверху находится кнопка запуска. Снизу у нас два фиксатора, как один наверху. Это для установки в такой фиксатор, неважно. И ушко для крепления шнурка на руку. Всё, в принципе, тут больше ничего нет. Ну и теперь можно непосредственно перейти к обзору софта, то есть операционной системы и т.д. и т.п. Штатно моё устройство должно было поставляться с операционной системой MidInux. Мне в руки это устройство попало с Windows XP, но я ради интереса решил поставить именно MidInux. Итак, что же такое MidInux? MidInux – это, как вы можете понимать, дистрибутив Linux. Его разработчиком являлся Red Flag Linux. На данный момент я ничего не слышал про MidInux, видимо, проект загнулся. Как я понял, это дистрибутив, это слияние MyEmo и Fedora. То есть, наработки MyEmo, перенесённые на платформу Fedora. Зачем это было сделано, понятия не имею, но имеем, что имеем. Итак, собственно, посмотрим, что здесь есть. Итак, если нажать кнопку «Домой», мы попадём вот в такой замечательный лаунчер. Итак, я уже говорил, что здесь есть гироскоп, и давайте посмотрим, зачем он нужен. Можно зажать кнопку гироскопа, и вот таким аккуратным движением, просто наклоняя устройство, можно перелистывать категории. Давайте подключимся к какой-нибудь сети. Если нажать сюда, то можно включить Wi-Fi. Я уже забил в свою сеть, поэтому он должен её вот так вот включить. Вот, собственно, мы подключились к интернету. Теперь у нас есть интернет. Какие здесь есть категории? Настройки, программы, медиа, офис, почта, контакты и браузер. Что, собственно, есть в настройках? В настройках у нас есть настройка языка. Выбор очень велик, то есть английский либо итальянский, как вам нравится. Также настройки наркопотребления. Можно откалибровать сенсорный экран. Можно сделать обновление системы. Но так как проект немножечко загнулся, то репозиторий с пакетами на эту систему, его, в принципе, сейчас нет онлайн. И я использую репозиторий Fedora 6. Я примерно дня три потратил, чтобы его подключить, чтобы всё настроить, чтобы ничего не падало. Ну и на данный момент с этой операционной системой можно даже работать. Также здесь есть настройки звука, настройки яркости. Может даже вот так чуть-чуть поярче сделаем. Итак, давайте перейдём в следующую категорию. Это программы. В качестве стандартных программ выступают вот те программы, которые с большими значками. С маленькими это я доставлял руками. Итак, у нас здесь есть менеджер синезубых устройств, календарь, читалка для электронных книг, файловый менеджер. Вот интересный, кстати, файловый менеджер. Он неплохо работает с переносом файлов. Можно какие-то переносить, но вот, допустим, картинку открыть вы, скажем так, не сможете. Потому что это нужно делать в соответствующей категории. Поэтому файловый менеджер, он в принципе бесполезен. Есть программа Install. Это пакетный менеджер. То есть вы можете выбрать интересующий у вас пакет и установить его. Итак, стандартно здесь из игр только Majong. Majong это такая простая игра, заключая в том, что нужно одинаковые элементы вот так удалять. Игра довольно известна тем, кто работал с Linux-дистрибутивами. Больше, в принципе, здесь стандартных игр не было. Но я немножечко эту ситуацию исправил. Так, далее у нас здесь PDF-ридер. Pigeon это программа, позволяющая работать со всякими XMPP, ICQ и так далее мессенджерами. RSS-ридер. Управление сим-картой. И USB-клиент эта программа нужна для подключения этого компьютера к большому брату. У меня тоже не получилось этим заняться, но и не сильно хотелось. Также по умолчанию установлены, но не вынесены ярлыки следующих программ. Это аудиозапись. Можно попробовать записать мой голос. Раз, два, три. Ну, то есть, запись отвратительного качества, но, в принципе, можно как-то с этим жить. Да, кстати, вот здесь вот можно закрывать уже запущенные программы. Это довольно-таки удобно. Итак, дальше, калькулятор. Калькулятор вещь неплохая, вещь полезная, но, к сожалению, здесь не так много функций. Кроме этого, есть LeafPad. LeafPad это простой текстовый редактор. Ну, и, наверное, вопрос, который интересует всех линуксоидов, а есть ли здесь терминал? Терминал здесь есть. Его, чтобы его вынести, нужно определенные ухищрения сделать. Итак, терминал здесь есть, и, соответственно, с его помощью можно запускать стандартные приложения, которые есть во всех линуксах. Здесь есть else-миксер. Также здесь реализована многозадачность. То есть, вот сейчас у меня работают два приложения. Это калькулятор, терминал, и можно одну из них закрыть, а можно оба закрыть. Но получить вот эту консоль и вот эти все программы, это не так легко, особенно в наше время, когда не работает сервер mid-inux с репозиториями. Для этого нужно подключить переходник и зайти в основной Unix-консоль, которая находится на F1, точнее. Итак, здесь входим за рута. Рут пустой. И, собственно, вот консоль, к которой все привыкли. Можно, например, запустить какую-нибудь игрушку. Например, Abe. Abe это такая простая игрушка, которая не требует X-сервера для запуска, как я понял. И, ну, короче, она очень простая. Ходи, прячься от крабов, собирай ключи, кристаллы, не попадай на шипы и другие нехорошие вещи. Gnibbles это червячок, который мы можем встретить в любом тетрисе. Вы ползаете по игровому полю и жрёте всякие замечательные фрукты. Чем больше фруктов жрёте, тем больше очков, и вы удлиняете своего червя. Ну, игра совершенно стандартная, и я думаю, все о ней знают. При большом желании можно установить другие приложения, другие программы, которые не требуют слишком много ресурсов. Ну, всё-таки 800 МГц и 512 оперативки это немного. Но что-то здесь пойдёт. Давайте перейдём на медиаплеер. Здесь вот есть картинки, допустим. Можно запустить слайд-шоу, можно руками переключать. Тут может пригодиться установленному устройству G-сенсор. Можно перевернуть его, нажать его, и картинка перевернётся. С картинками небольшого размера всё работает очень даже быстро. Углы... Углы устроят... Ну, вот снизу она, как можете видеть, она выцветает. С боков более-менее, а вот снизу так себе. В банке есть пара интересных фишек. Одна из них это, когда в ждущем режиме он стоит, то вот здесь мигает вот такой вот светодиод плавно. И вторая, когда мы разблокируем его, то нужно потянуть вот этот замечательный шарик в эту чёрную дыру, и вот с такой анимацией проснётся компьютер. Но современного человека этим не удивить, а в то время это было довольно интересно. Стандартный плеер воспроизводит не все видеофайлы. Вот у меня получилось запустить файл с расширением mp4. В принципе, он даже без тормозов воспроизводит. Какие здесь есть ещё фишки? Вот, допустим, откроем какую-нибудь картинку, и с помощью вот этой прокрутки увеличим её. Ну, стандартная вроде фишка, но самое интересное это то, что вот эта вот полоска прокрутки, она с вот такой вот интересной подсветкой. Мне это очень сильно понравилось, потому что это, ну, прикольная идея. Многие новостные ресурсы до выхода этого устройства почему-то его называли BenQ Ares 2.0. И на картинках, которые полагались к этим новостям, вот эти две клавиши, они были сенсорные. Как мы можем видеть на реальном устройстве, они механические, ну и в принципе это неплохо. Также здесь есть офис, можно, допустим, создать какой-нибудь документ. Офис открывает файлы Microsoft Office, Open Office, потому что это переделка Open Office, грубо говоря, Red Office. И вот здесь можно выбрать ODT, DOC и так далее, тому подобное. Очень много вариантов. Ну, короче, это Open Office тот же самый, просто немного переделанный. Также здесь можно работать с таблицами, презентациями. Также здесь можно работать с почтой. Чтобы с ней работать, нужно аккаунт завести, соответственно. И здесь мы можем видеть записную книгу. И так как это интернет-устройство, здесь должен быть браузер. Он здесь есть. Это немножко переделанная лиса. Не знаю, чем она на самом деле переделана, но что-то здесь есть. Работает она относительно быстро по современным стандартам. И текстовую информацию и картинки, в принципе, можно без проблем воспринимать и сейчас. Ну и, конечно, сюда тоже прикрутили же сенсор, поддержку его. И если нажать вот так, то будет прокрутка. Если повернуть вверх, то будет прокрутка вверх. Если сделать вот такое движение, то выйдут страницы, открытые в браузере. Если сделать движение вниз, то не будет ничего. Ну вот, собственно, и всё. Давайте перейдём к выводам. Обозреваемое сегодня устройство имеет как ряд плюсов, так и ряд минусов. Давайте я по традиции их озвучу. Давайте я начну с плюсов. К плюсам я могу отнести размер этого устройства. Он примерно с мою руку вес 330 граммов. И при вот этих габаритах он довольно долго работает. Ну то есть часа три он уже работает и не собирается заканчиваться. Также к плюсам я могу отнести наличие же сенсора и его интересное применение. Его возможное использование в браузере и остальных программах делает его довольно полезным и интересным решением. Как вы можете помнить, в Raoni тоже был сенсор, но там он использовался только для переворачивания экрана. Здесь производитель подошёл к вопросу более творческим, на мой взгляд. Также к плюсам я могу отнести дизайн. Он мне приятен, устройство хорошо лежит в руке. Особенно мне нравится вот эта вот полоса прокрутки с синей подсветкой. Она очень прикольно выглядит. Наличие большого спектра беспроводных технологий также идёт в плюс. Теперь к минусам. Во-первых, здесь нет встроенного USB типа А, то есть есть только переходник на него. Мне такое решение совершенно не нравится. Так, далее. Здесь нет возможности добавления модулей каких-либо. А этого тоже не очень. Также здесь очень мало периферий. То есть никаких карточек, ничего здесь нельзя поставить. Всё как-то грустно. Только USB. Ну и цена, как основной минус, это 15500 рублей в 2008 году. Ну, как-то много, что ли. Вот и всё, друзья. Если вам понравилось, подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями. А также заходите на канал Кирилла Лейфера, где он интересно рассказывает о старых железяках. До новых встреч. Предыдущее видео можно посмотреть вот здесь, по ссылке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok